Где-то внизу граница Монголии с северным Китаем, вокруг рука Фориона в галактике Млечный Путь. Впереди ощутимая надежда на межпланетные путешествия, а позади эволюция. Понадобились ошибки, отказы и даже аварии, чтобы дракон красиво и четко причалил к Международной космической станции. Как потом пошутит Боб Бенкен, отвечающий за стыковку, Даг Хёрли выкручивал ему руки, чтобы он дал состыковаться автоматике. А может это только доля шутки? При переходе на станцию Даг ударился головой. Но это бывает, рана не смертельная. Они назвали свою капсулу Endeavor, что во-первых означает стремление, а во-вторых, как назывался шаттл, на котором военные летчики Бенкен и Хёрли совершили когда-то свои первые космические полеты. А еще именно шаттл Endeavor совершил последний полет 16 мая 2011 года, после чего 9 лет США не имели своих собственных пилотируемых кораблей. Илон Маск, congratulations, congratulations, Илон. Все получилось благодаря неслыханным амбициям вот этого предпринимателя, которому теперь рукоплещет весь мир. Илон Маск зарабатывал миллиарды, создавая торговые площадки в интернете. А в 2002-м заболел космосом. По его поводу крутили у виска. А уже в 2014 году НАСА выбрали его компанию как партнера по производству кораблей. Хёрли Бенкен проводит экскурсию по Дрэгону, отмечая, что почти все тумблеры и кнопки заменили тачскрины. И особенно хорош вид, открывающийся из иллюминаторов над приборами. Все не только удобно, но еще и даже не то, что красиво, а так, как мы много раз видели в фантастических фильмах. Перчатки нового скафандра позволяют пользоваться сенсорными панелями. Шлемы напечатаны на 3D-принтерах. Согласитесь, выглядит необычно по сравнению с массивным традиционным оранжевым костюмом. Но работает, по идее, также защищает от декомпрессии. За 19 часов полета с Земли к МКС им было что вспомнить и с чем сравнить. И у Бенкина, и у Хёрли жены тоже летали в космос, на российских союзах. Хотя разделение свой-чужой среди космических исследователей отсутствует. Рожденные летать смотрят шире. Это открывает новый этап в пилотируемой программе, в мировой пилотируемой программе, в программе Международной космической станции, куда полетел этот корабль. Потому что у нас появляются новые возможности, новые резервы. И я уверен, что успех этой миссии даст нам дополнительные возможности, которые пойдут на пользу всей международной программе. Бенкин и Хёрли проведут на станции от месяца до четырех. Это зависит от земных усложненных ковидом факторов. И вернутся домой на Крюдрегоне. Если все пройдет успешно, новый корабль будет одобрен для регулярных пилотируемых полетов. На МКС сейчас новый рекорд. Припаркованы сразу пять космических кораблей, включая два наших «Прогресса» и «Союз». Благополучно вернулась на Землю и первая ступень ракеты «Фалкон-9», забросившей Крюдрегон в космос. Она, как ей полагается, приводнилась на плавучую платформу, которую Маск назвал именем «Звездолета» из произведения фантаста Йена Бэнкса. Конечно, я все еще люблю тебя. Никита Корзун, Мариам Башкирова, телеканал «Звезда».